А что сегодня Егор Шипов сегодня в моде? Точнее он в моде, но почему в моем прямом эфире есть только Егора Шипа? Диор есть песня. Я просто занималась с вокальным тренером, с тем же, с которым занимается Егор Шип. Я переживаю за кольцо, а я, думаете, не переживаю. И вот я услышала по этому его песню Егора. Один раз я его видела, он мимо проходил на студии, все, мы не знакомы, не общаемся, и я не добавляла в плейлист его треки. Если не найдут, вам нужно будет возместить ущерб. Кому? Себе? Или моему любимому? Кому? Ущерб, потому что мое кольцо. Я себя спекинуешь. Но он же только начинает. Кто? Я люблю тебя. Это, конечно, прекрасно. Любовь, это прекрасно. Марго бы прелесть. Зашел, увидел, отписался. Так приятно. Вот это самое приятное сообщение. Так люблю хейтов. Почему на студии, на бассейне? Что, ничего не поняла? Вопрос. Знаете, последняя у меня в плейлисте, там иностранная песня малоизвестного артиста. Добрый вечер. О чем диалог? Да, не о чем. Давайте зададим тему и поговорим. Мы говорим обо всем, да, по чуть-чуть. Ждем новогодних треков. Буду. Успею вас расстроить. Новогоднего не будет, но будет один восхитительный трек от Димы Лорена. И я думаю, он вам понравится. Кушать я не готовлю. Я счастливый человек. Я не готовлю кушать. Только по желанию, иногда, редко, в исключительных случаях. Привет, мистер Гага. Ты отмечал день рождения или ты меня просто не позвал? Так, как сделать, чтобы муж начал снова уважать? Мне кажется, нужно сразу пресекать. А если он уже перестал вас уважать, то как заново? Ну, наверное, открыть свой бизнес, разбогатеть, показать ему, что вы достойны большего, лучшего. Ну, собственно, потом вам уже и не нужно будет. Он вас уважал. Найдете кого-то поинтереснее. Я считаю, что мужчина все-таки должен больше зарабатывать, девушки. Я слышала прекрасное выражение, чтобы вас стал ненавидеть ваш бывший. Дверь открытая, ничего не видно. Чтобы вас ненавидеть стал ваш бывший, нужно просто зарабатывать больше него, быть успешнее него. Тогда он будет вас ненавидеть. В смысле, он вас... Ну, вы поняли. Неприятно ему будет. Так, если мешает мама. Ну, мама, женщина, значит, такая... Ну, разные случаи. С мамой, слушайте, иногда мужчина не слушает маму. В редких случаях, наверное. Ну, не слушает. Есть такое. У него свое мнение. Мама, как бы, извините, мне не с вами жить. А есть другие случаи. Вот у меня была знакомая. Она, в общем, очень любила свекровь. В смысле, невестку свою прям обожала. А потом врагом стала. Тут как угадать. А я запрыгну в метро, похоже, он снова не то. Так без отчертовой пробки. Хоть и не ждет никто. Да, бусинка моя замечательная. Кто подписан на мою бусинку, пишите. Пишите. Я вас буду запоминать. Так, мистер Гага, надо увидеться. Ну, пока, пока все сложно. Я, кстати, завтра иду на обучение. Я теперь буду обучаться в MBA. Школа Синергия. Я буду повышать квалификацию. Буду умной женщиной. Ну, я так умная. Буду еще умнее. Но это не обязательно всем рассказывать. Да, иногда нужно прикинуться глупой дурочкой. Ну, так как у меня своих уже три компании. Свои, точнее, вот свои-то и компании. То навряд ли уже совсем я глупая. Ну, вот буду теперь еще умнее. Так. Не скучно так? Как? Как скучно? Моя жизнь прекрасна. Мне не бывает ни одного дня скучного практически. Меня дочь зовут Марго. Марго, считаю, красивое имя. Шикарно поете. Достойно первых мест в Чарте. Спасибо. Скоро там буду. Припев, пожалуйста. Я запрыгну метро. Уже спела. Я тебе про хэппи безды позже напишу. Окей. Я твоя фанатка. Про коня. А кто говорит кушать? Кого кушать? Ни с кем не общаюсь. Так. По школе не скучаю. Совет про похудение? Не жрать. Какой совет может быть про похудение? Другого, знаете, оно не бывает. Другого. Поменяйте. Поменяйтесь, начните с себя. Начнет уважать, конечно. Я так и сказала. Начните с себя. Получите образование, бизнес и так далее. Будет вас уважать. А если он просто больно на голову, он не будет вас уважать. Просто плюньте и идите дальше. Так. Какой свой цвет волос? Ну, вот он он. Я пока не считаю, к счастью. Вот тут вот такой русенький, светло-русенький. Мой. Да, ногти у меня такие. Не общаюсь с самим. Ни с кем не общаюсь. С этого прекрасного проекта, моя хорошая. Нашла кольцо, к сожалению. Волосы наращивать уже не так модно, как это было раньше. Я просто их отращиваю. В крайних случаях я могу надеть заколки с волосами или парик. Разве кушать не готовите любимому? Ну, любимому как раз-таки и готовлю. Но по праздникам, по особым случаям. У меня есть коронная моя пицца домашняя. И все на этом. Ты вообще и почему люди слушают? Ах, ты кто вообще, ага, с такими руками? Еще чему-то учишь? Ну, я вообще-то никого, ничему не учу. Я не учитель. Хотя по образованию я педагог. Но что с моими руками не так, по-моему, очень даже прекрасные руки. Ну, я могу научить? Могу. Но пока не пыталась. Я работала хореографом, кстати. Так. Кольцо нашли? Нет. Не нашли, да. Про MBA расскажи потом в эфире. Я расскажу, но это будет попозже. Я завтра иду только на первый урок. А не то, чтобы урок. У меня будет самый день. Я буду с 8 утра, с 9 утра до 6 вечера. Представляете? Это как действительно... Я даже в университете не помню, чтобы мы так долго учились. Но обучение будет проходить так. 4 дня в месяц только. Но буду учиться полтора года. Очень интересно быть профессионал учителя. Да, интересно. Вот так. Бьянку знаю, конечно, но не лично. Где живете? Я живу в Москве. Да, я из Донецка. Да, привет. I live in USA and I love you. Thank you. And we love you here. Окей. Так. Спасибо. Ногти не красивы. На вкус и цвет, мои хорошие. Ты из Макеевки? Да, из Макеевки. Донецкая область. А я уеду в метро. Похоже, снова не то. Ну, почти. А я запрыгну только. А почему это у других помахать не высвечивается? Я вот в данный момент спортом не занимаюсь, в данный период времени не занимаюсь спортом. Потом спишемся по поводу ABA. Ты молодец. Окей, Артем. Окей. Что-то одно в мире, чтобы это было. Интересный вопрос. Ну, пороки людей, привычки изменить не нужно. Было бы скучно. Не было бы тогда такой насыщенной жизни. Наверное, я бы хотела, чтобы планета стала чище. Чтобы не умирали рыбки в океанах и все. И все в таком роде. Сколько тебе лет? 25. Комустас? Нет, кто-то, знаете, пробовал. Видите, кому-то нравится. Спасибо. Вешу. Ой, не спрашивайте. Набрала маленько. Маленько. Даже уже не маленько. Ну, как не переживать по поводу кольца. Это для меня очень ценный подарок. Я купила квартиру в Москве, но живу я не в своей квартире. Большое спасибо. Ну, без войны, вот такие, да, в древние времена, тоже не было бы развития человечества. Это наглядно объяснили в фильме «Вечные», мне кажется. Хотя, кто его знает? Ну, просто знаете, из-за чего? Ну, вот, например, вот люди ссорятся, кто-то может словом ответить, да? Вот я могу словом уничтожить человека, просто самое больное место кольнуть, и все, человек уничтожен. А есть не могут люди разговаривать, они могут по лицу ударить. Вот именно поэтому, получается, драки. Поэтому, знаете, мир без войны, он... Всегда люди ссорятся между собой. Подписчиков я не покупала. Я, кстати, дала моему СММ-менеджеру Кристине задание проверить, есть ли у меня боты. Потому что я реально их не покупала, могло только быть, что мне их накрутили. Складывать вещи в шкафу. У меня вообще нет функции такой, как складывать вещи. Ненавижу убирать, мыть, чистить, полоть, копать и все в этом таком роде. У меня развешивают одежду мой любимый кошка, стилист. Вот он там, по сезонам, по цветам, по пиджакам, по штаникам. Вот как хочет, так пусть и развешивает. А я этим не интересуюсь. Привет, Беларусь. Мой молодой человек хочет полететь в космос, и когда-нибудь мы это сделаем вместе. Он мне иногда так... Точнее, иногда, а недавно так романтично спросил, что не полетим с тобой в космос. Я говорю, конечно, полетим. Привет, Крым. Привет. Вкуся, Вовк. Всем привет. Что-то сегодня как-то не очень активно, мне кажется, да, ребятки? Давайте задавать вопросы, или я пойду. Мне сегодня посоветовали посмотреть один старый фильм. И я хочу его посмотреть. Холомни. Привет. Замуж? Конечно, собираюсь, молодая женщина. Замуж выйду. Думаю, что очень скоро. Привет, Ярославль. Привет, Москва. При выходе из дома Три вещи, ключи, сумочка и телефон. Когда к нам приедешь? А к вам это куда? Ой, я всё серьёзная, да? Бываю иногда серьёзно. Поездка в Америку. Почему ты носишь объёмные вещи? Потому что удобно. Не видно лишних жирных складок. На этом, пожалуй, всё. Почему многие спрашивают про кольцо? Потому что недавно на съёмках я потеряла кольцо, дорогостоящее, и оно очень дорого мне на съёмках. Деньги не главное в продвижении. Вы знаете, есть такие примеры у нас в шоу-бизнесе. Я, конечно же, не могу называть их имена, но деньги не решают всё. А в шоу-бизнесе нет, сто процентов. Без таланта сложно пробиться. Где можно познакомиться с обеспеченным человеком? Да где угодно, хоть в подвале каком-нибудь. Это непредсказуемо. Знаете, все люди, люди, поэтому они могут оказаться совершенно в неожиданном месте. Стамбул. Пока не собираюсь. Честно говоря, была там Энгельск. Пока нет. Пока новый клип. В декабре. Очень скоро. И мы его ещё, кстати, не сняли. Этот клип. Ни один, ни второй не сняли. На что вы, в первую очередь, обратите внимание при знакомстве с человеком. Ну, а знаете, как говорят, встречают по одёжке, провожают по уму. По уму, конечно, вот вращу внимание, как он выглядит, ухоженный, неухоженный. В чём одет, в чём обут. Я люблю смотреть. Ну, по обуви можно сказать. Про человека, мне кажется. Ну, а уж потом, конечно, начинаешь с ним общаться и узнавать более детально. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не заплакана. У меня снова аллергия была на косметику. У меня скоро съёмки. Я не знаю, что делать. Это аллергия. И, конечно, ни к чему это аллергия. Звук, я так понимаю, есть. Есть же у вас звук? Почему пишут, что нет звука? Ну, давайте ещё, ребятки, максимум до девяти посижу. Хорошо, потому что... А где можно сейчас эфир сохранять, если я давно этим не занималась? Ну, мне нравится, красиво. Ну, а до России мода просто, знаете, обычно года через так два приходит. А в Америке уже это мода. Уже как полгода или год, не знаю. Справлять как буду. С любимым, надеюсь, буду Новый год отмечать. Ну, вот сегодня я пела в сториз. Лиза, привет. Я буду делать визитку теперь в понедель... Нет, даже не в понедельник. На следующей неделе. Потому что у меня обучение сейчас четыре дня с десяти до шести. Завтра с девяти. На день рождения Муз-ТВ будут петь очень взрослые звёзды с многолетним стажем и новые, которые прям стрельнули. Я, к сожалению, пока не настолько стрельнула, чтобы петь в Кремле. Детишки, когда будут, Бог даст и будут, когда тоже будут сто процентов. Мы живём не отдельно, мы живём на две страны, то на Кипре, то здесь. И вот я к нему летаю, или он ко мне прилетает. Вот сейчас мы разъехались ненадолго, ну, в плане, не видимся, что он там работает, я здесь. Здесь нет возможности сейчас проводить время вместе, но он скоро приедет. Привет, Олька Стройцка. Привет, Челябинск. Здравствуйте, Марков. Где можно купить такую футболку? Там она Хром. Наш русский бренд. Вы верующая, я не, я, знаете, как сказать, я вот была в церкви, даже пошла, исповедалась, вот, но как-то я не чувствую себя там защищённой, спокойной. Я считаю, что вся вера наша, она у нас в голове, внутри. Я не очень понимаю, вот, как-то, мне не очень комфортно ходить в церковь, но мне нравится это делать на Пасху. Пасха, я считаю, такой классный праздник, мне с детства просто приучилась я, мы с мамой, с папой ходили вот именно в Пасху светить пасочки, которые я не ем, и яички, которые я тоже не очень люблю. Но сам процесс, он такой вот, когда тебя вот эта батюшка брызгает, мне нравится. О, Господи, кто я для тебя, почему-то не маечка. Я пока не замужем. Ольке передала привет. Чем нищие отличаются от миллионера? Я думаю, мозгами и безучестью. Мой жених русский. Привет, Англия. Ой, нет, мне нет уже никакой нелепой ситуации, за которую мне было бы стыдно, но были. Смешные ситуации в жизни, за которые я сколько-то лет стеснялась рассказать, а сейчас мы очень смеемся, забавно. Да, без таких ситуаций ей жизнь была бы скучной, поэтому... Как же без нелепых ситуаций. Такая хорошенькая. Сеймон нравится? Ну, ребятки, Сеймон в прошлом. Будешь ли ты на русском радио в прямом эфире? Кто его знает, поживем увидим. Такие пушистые волосы. Ой, вы знаете, у меня самый обычный шампунь, гарниер. Доступный для всех, я думаю. Красивые глаза, спасибо. Все, фильтр, макияж и обман. Обман инстаграма. Да, у меня есть любимый мужчина. Конечно, думаю выйти замуж. Как же, все выходят, а я не выйду, что ли. Мужу понравилось, глупо. Я рада. Буся, привет. Буся у меня в онлайне сидит в соседней комнате, зашла в онлайн. Ох, Буся. Сеймона любишь? Мне кажется, это Сеймон пишет в фейковой страничке. Мне кажется... Ты натуральная блондинка? Да, у меня все светлорусы, а в детстве была блондинка. Привет, Дагестан, с бузой. Так, у нас осталось 6 минут. Что с губами? Мне кажется, они пересохли. Сейчас, тут есть. Лежит кто-то, может, кто-нибудь. Бальзамчик. Бальзамчик не лежит, но есть блеск Dior. Кому интересно, классно блестит с бузовой. Ну, мы не подружки, нет. Просто привет, пока. Так вот и общаемся. Раньше какая-то Оля, мне казалось, была неприязнь ко мне. Ну, наверное, были причины, не знаю. Ну, прям, так плохо, что-то я не делала никогда никому. Ну, вот, в последнее время мы стали здороваться. По крайней мере, до этого мы даже не здоровались. Вот. Да и не пересекались. Так, привет, Донецк, ты красотка. Он самый лучший. Я люблю свой знак зодиака. Я считаю, упертость это хорошо. Азиатская... Нет, у меня, оказывается, дедушка был грек. Я сегодня узнала. Такая интересующаяся. Ну, я просто не застала своих дедушек. Мечта. Мечта у меня всегда оставаться такой же счастливой, жизнерадостной и... Ну, такой же успешной. Я не хочу быть, я хочу быть еще более успешной. Так. Я Овен. Спой. Что вам спеть? Пишите. У нас осталось пять минуточек с вами. И я пойду отдыхать. Необычный подарок. Мой любимый мне подарил мое день рождения в том году. Мы отправили всей командой на Мальдиву моей. И я... Он снял для нас целую виллу. Там было все в лепестках, все в цветах, в вазочках. Были розы. Мне подарили 11 букетов, по-моему, да. По 11 роз. Было невероятно много цветов. Мне кажется, это был такой подкольчик, что я говорила им, что мало цветов мне дарит. Вот. Подарила все и сразу. Потом было на песке написано. Happy birthday. Или там было I love you или Марго. Вот я плохо помню. Видите, как она плохая память. Прошло меньше года. Но у меня есть все на видео. Можно все на видео найти. И в бассейне плавала точно happy birthday. Очень красиво. Очень красиво. Я планирую с любимым, а где, не знаю. Кто лучше, Бородиня или Бузову? Знаете, я с ними не знакома лично. Близко так, не знакома. Но, наверное, вы именно, если сравнивать в карьерный рост, то, наверное, все-таки Оля достигла большего, я думаю. Мое мнение. Так. Нет, Бородина, я у нее в блоке очень давно. Она меня заблокировала по непонятным причинам. Да, у меня виниры. Брови перманент, которые нужно выводить, но мне не охота. Какие еще ромашки, ребята? Какие ромашки? Все за песня? Не знаю. Ромашки, ромашки, ромашки. Привет, из Запорожья. Мы в Москве. Привет, спасибо. Мой парень по знаку зодиака. Давайте со всего мира по ниточке. Сейчас начнем выуживать информацию. Нет, я вам не скажу ничего. Мужчина, каких знаков зодиака, без понятия. Кажется, это не главное. Спой, Григулия, Левса. Рюмка водки на столе. Мои успехи в большей степени благодаря моему любимому. Нет, я не думаю так. В большей степени благодаря моему желанию. Ну, конечно же, конечно же, первый, кто мне помог, это мой любимый. Конечно. Почему так лепса все захотели вдруг? Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень. Пробыл до утра, но пришла пора. И собрался в путь. Ну, ладно, будь. У меня свои три компании, ребятки. У меня все в профиле написано. The Most Media Group, Air Target, Main Street. Это все мои компании. Мои с моим напарником. Я также являюсь в двух из них генеральным директором. Овна очень сильная женщина. Удачи, Марго. Спасибо. Как наш папа? Наш папа хорошо. Я в Москве, в России. Мне двадцать пять. Алсу, привет. Глупая, давай себе, я снова повторяю. Забивай, забивай, забывай и начинай сначала. Глупая, зачем ты палишь его в соцсетях? У кого он там в гостях? Походу, ты уже давно попала. А я запрыгну в метро. Похоже, он снова не то. Так бесят чертовы пробки. Хоть и не ждет никто. А я запрыгну в метро, чтобы куда-то успеть. Но снова буду искать его глаза в толпе. Ой, мои хорошие. Ма, я вас целую. Пишите мне в директ. Подписывайтесь. Будем ли мы с вами проводить чаще прямые эфиры или же нет. Я раньше это делала каждый день по нескольку раз в день. Теперь у меня нет такой возможности. К сожалению или к счастью. Но голосуйте, пишите. Я все читаю. Директ. Я считаю, самый менеджер читает. Мне все передают, если я что-то не увидела. Поэтому, мои хорошие. Всем пока. Всем приятных снов. Я пошла смотреть фильм. Муа.